В Якутии растет число пострадавших от укуса клещей. Несмотря на то, что республика не является эндемической по клещевому энцефалиту, частота нападений регистрируется ежегодно и охватывает новые территории. О нынешней эпидобстановке и о том, как себя защитить от клещей, расскажет Марьяна Кутукова. На сегодняшний день в республике зафиксировано 107 случаев нападения клещей на людей. Обращения наблюдаются не только в южных районах Якутии, но и в заречных, центральных и западных районах. В Якутске от укуса клещей пострадало 15 человек. Из них 5 случаев завезены из Сочи, Белокурихи и Хабаровска. Проводится вирусологическое обследование клещей, снятых с людей, и получены два положительных результата с тех клещей, которые были сняты в городе Якутске. Один, значит, был укус зарегистрирован на территории Покровского тракта, а второй клещ, который обследован, это был снят с собаки. Тоже положительный на вирус клещевого энцефалита. Это в районе Велийского тракта. Как гласит народная мудрость, лучше предотвратить, чем лечить. Для профилактики клещевого энцефалита гражданам можно привиться специальной вакциной в медучреждениях на платной основе. Иммунизация проводится до начала весенне-летнего сезона. Прививки от клещевого энцефалита не входят в региональный календарь профилактических прививок, поэтому они делаются на платной основе. Там, где клещи распространены, в Приморском крае, в Сибири, в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, там входит в обязательный календарь профилактических прививок. Если вы все-таки подверглись укусу клеща, нужно сразу обратиться в поликлинику или в медпункт по месту жительства. Там вам поставят прививку иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Отметим, что иммуноглобулин входит в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов и должен быть во всех медицинских организациях. При обнаружении укуса клеща необходимо обратиться в травматологический пункт, где делается удаление клеща и ставится как человеческий иммуноглобулин в течение 96 часов. И после этого клеща в специальном контейнере направляют на анализы, а пациента направляют к инфекционисту по месту жительства. И там они наблюдаются в течение 3-4 недель до результатов анализа. Стоит добавить, что для профилактики в республике в местах массового отдыха и детских лагерях в обязательном порядке проводятся окорицидные обработки. Тем не менее, при выезде на природу врачи настоятельно рекомендуют использовать защитную одежду и средства от клещей.